Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! В эфире новости НОТВ. В студии Олеся Акинфеева. Сегодня главные темы. Тысячи паломников побывали в нашем городе. Как православные отметили день чудотворной иконы «Неупиваемая чаша». Деревья стали пациентами. Для чего и вы в сквере на пресечении улиц Советская и Горького обследует специальная комиссия. Деревня Лужки Серпуховского района зарастает в мусоре. Кто должен понести ответственность? Сегодня в городе царила особенная атмосфера. С раннего утра в Высоцком монастыре собралось большое количество горожан и паломников, чтобы отметить день чудотворной иконы «Неупиваемая чаша». Считается, что она исцеляет от пьянства и наркомании. Благончане богослужения в мужской обители икону крестным ходом пронесли через весь город в женский владычный монастырь. Вместе с духовенством и прихожанами по улицам проследовала и наша съемочная группа. Наверное, в честь праздника иконы «Неупиваемая чаша» погода наконец-то смилостивилась и из-за туч выглянуло солнце. На праздник приехали священники Серпуховского, Дмитровского и Чеховского благочиней. Божественную литургию во дворе Высоцкого монастыря отслужил епископ Серпуховский Владыка Роман. «Благодарю Вас за то, что Вы любите эту обитель, за то, что Вы молитесь за неё и Пресвятая Богородица взаимностью щедро всех будет нас и благодарить, и молить Бога о нас. Всех Вас праздников поздравляю, праздники!» Несколько сотен прихожан со всей страны причастились в этот день в мужском и женском монастырях Серпухова. По окончании литургии начался крестный ход. Икону Божьей Матери, неупиваемая чаша, исцеляющую от недуга пьянства и наркомании, пронесли по улицам города из мужской в женскую обитель. У ворот Владычного монастыря, праздничное шествие, встретили священнослужители, сёстры и прихожане. Молебен в честь чудотворного образа на площади у храмов был завершён, и живая река людей выстроилась к иконе, чтобы приложиться к исцеляющему образу Божьей Матери. Большинство паломников старались прикоснуться к нему маленькой иконкой, чтобы наполнить её чудодейственной силой. У меня сын наркоман, поэтому я знаю об этой иконе, молюсь. Мальчик мой выздоравливает, кстати, благодаря этой иконе. Очень долго я искала и обращалась везде, и в клинике. С такой проблемой не знаю, что делать. Я второй раз приезжаю на крестный ход, и с восьмого года каждый год приезжаю в Высоцкий во Владычный монастырь. Молюсь за сын. Проблема есть. Есть, да. И он бросил пить. Так как мы склонны в этом мире ко всяческим излижествам, ну сами понимаете каким, то только надежда на Богородицу. А вам приходилось лично обращаться к какой-то просьбе к этой иконе? Постоянно. То есть это постоянно. То есть эта икона, она же здесь по центру и здесь висит, и в Высоцком монастыре. И каждый раз, когда приходишь, то есть прикладываешься к этой иконе. Ну в общем, пока живы, здоровы, слава Богу. Икона, по словам настоятельницы монастыря, помогает не только избавиться от пьянства, наркомании, табакокурения, пристрастия к азартным играм, но и излечиться от физических недугов, решить жилищные проблемы. Главное, искренне попросить Божью Матерь о помощи. В микрорайоне имени Нагина два автобуса в самое ближайшее время изменят маршрут. Остановку на улице Пограничная планируют снести, а вместо нее заложить две новые площадки для остановочных павильонов на улице Стадионной. Прорабатывался вопрос и принято решение о продлении маршрута от конечной остановки МТС в районе отделения полиции до микрорайона Жемчужина, ближе к пруду, ближе к спортивному комплексу. Теперь с улицы Пограничной автобусы 17 и 17А будут поворачивать на стадионную. Площадку возле магазина «Пятерочка» благоустроят и установят здесь павильон для ожидания общественного транспорта. Конечная остановка будет носить одноименное название с микрорайоном и парком отдыха Жемчужина. В деревне Лужки Серпуховского района мусор не вывозят месяцами. Чтобы освободить контейнерную площадку от навалов твердых бытовых отходов, жителям деревень и сел Серпуховского района приходится регулярно обращаться на сайт Добродел. Но даже после вывоза мусора, чище населенных пунктов не становится. Из-за того, что контейнерные площадки не огорожены, отходы разлетаются по всей округе. В проблеме разбиралась Маргарита Кирикович. Вот так сегодня выглядит центр деревни Лужки. Магазин, свалка, огромные лужи на разбитой главной улице. Для полной картины заброшенности населенного пункта не хватает только валяющейся в грязи свиньи. К такому пейзажу местные жители уже привыкли. Постоянно мусор валяется, а когда ветром раздует, так вообще много его здесь. Здесь вообще не должна стоять помойка, рядом с магазином. Забывают про нее. Недовольство продавца магазина таким соседством понятно. Ведь мусор с контейнерной площадки не вывозится месяцами. С потеплением это грозит появлением на свалке крыс и мух. И все это в центре Лужков. Почему место сбора бытовых отходов нельзя полностью огородить? Этот вопрос жители деревни регулярно задают местным чиновникам. Однако на жалобы людей власти не реагируют. Надо благоустроить таким образом, чтобы она не мешала. Для этого существуют другие варианты. Это не обязательно такие корыто. Вы посмотрите в городе, какие сейчас баки делают. Есть варианты, этим просто надо заниматься. Александр Николаев в числе деревенских активистов, кто регулярно собирает разлетающийся по улице мусор. А после зимы пенсионеру пришлось даже нанимать рабочих для наведения порядка в Лужках. Нанимаем местных такжиков за свой счет, а не нам убирают деревню. Александр Марченко с такой постановкой вопроса не согласен. За вывоз бытовых отходов пенсионер платит регулярно. Однако сотрудники жилкоп прогресса свои обязательства не выполняют. На деревню махнули рукой и районные чиновники, поскольку именно они отвечают за состояние контейнерной площадки. Должна отвечать всем санитарным нормам и эстетическим правилам. Но от санитарных и эстетических норм контейнерная площадка в Лужках далека. Поэтому жители деревни в очередной раз обратились с жалобой на портал Добродел. В предстоящий воскресенье, 21 мая, «Единая Россия» проведет предварительное внутрипартийное голосование. В нем примут участие три кандидата, один из которых получит право бороться за кресло депутата по 4 округу Серпуховского горсовета. Накануне член «Единой России» Александр Прохоров встретился с однопартийцами в пятой школе. Он считает основой своей избирательной программы развитие детского спорта. В случае победы Александр Прохоров рассчитывает на уже имеющийся депутатский опыт. Я могу оценивать свою депутатскую деятельность достаточно успешно, потому что максимально оперативно реагировал на запросы населения, выстроил неплохой контакт с населением, с организациями, находящимися на моем округе. И считаю, что этот опыт, безусловно, позволит мне достойно представлять моих избирателей. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, будет представлять партию «Единая Россия» на довыборах депутата горсовета по микрорайону Зонария. Единый день голосования пройдет 10 сентября. Около 30 пород кроликов и более 20 пород голубей представлены на выставке, которая сейчас проходит в торговом центре слава. С необычными представителями фауны удается быстро подружиться как взрослым, так и самым маленьким посетителям. Егору с мамой нравится кормить этого пушистого кролика морковкой, который тот с жадностью выхватывает у восторженного малыша. Эта порода называется немецкий пестрый великан. Таких кроликов с черными мордашками и ушами из-за рисунка на теле во Франции называют бабочками. Их вывели несколько столетий назад. Минимальный вес таких пестрых кроликов составляет 5 килограмм, а максимальный – 10. При этом особи данной породы должны в среднем набирать по одному килограмму живой массы за месяц жизни. Такое впервые очень огромное количество. Все понравилось, особенно ребенку. Можно покормить, достать, погладить. Невозможно забрать его, особенно в крупных кроликах. А вот Марк не может глаз отвести от этого удивительно красивого кролика, похожего на игрушечного плюшевого зайца. Мальчишке оказался по душе его добрый, миролюбивый характер. Кролику позволили погулять по залу, что он и сделал с удовольствием, и сфотографировался с ребенком. Мне понравился этот кролик, потому что он такой большой, мягкий и пушистый. Оказывается, эта порода называется французский баран. Бараны отличаются спокойствием. Они легко поддаются дрессировке, способны распознавать свою кличку. Любят, когда их гладят. А вот этот рыжий красавец очень редкой породы – новозеландский красный. В уходе за такими кроликами надо учитывать, что они не любят громкие звуки, яркий свет, резкие движения. От всего этого кролики впадают в депрессию и даже могут заболеть. Первые виды красные такие были, а остальные виды, которые участвуют, это уже разведенные виды. Белые кролики, они уже разведенные. Так же кушают, как и другие кролики, сено, корм. Всего на выставке представлено 27 разновидностей ушастиков – от карликовых пород до великанов. Организаторы для посетителей проводят экскурсии и разрешают познакомиться с любимчиками поближе. Смотрите, мы уже просимся обратно к кроликам, нам очень интересно. Нам была рассказана прекрасная экскурсия, мы всех потрогали, всех погладили. На выставке также представлено и настоящее птичье царство. В каждой клетке по паре голубей. Многие из них сейчас высиживают птенцов. А в семье почтовых голубей, которые, кстати, самые выносливые из своих собратьев, уже прибавление. Все декоративные голуби отличаются красивой неординарной внешностью и богатым цветным оперением. Таких на улице не встретишь. Великолепные белоснежные с распущенными, как у павлина, хвостами. Грациозные лётные голуби. Статные кабины. Забавные короткоклювые и турки с мохнатыми лапами. Человек приручил дикого сизого голубя более пяти тысяч лет назад. С тех пор и было выведено много пород домашних голубей, различных по цвету, форме тела и назначению. Все эти удивительные обитатели выставки пробудут в Серпухове до 29 мая в торговом центре «Слава». Завтра, 19 мая, жители Серпухова смогут проверить свою готовность к труду и обороне. В центре тестирования на стадионе «Труд» все желающие смогут выполнить нормы ГТО. Участники пробегут дистанции 60, 100 метров, 2 и 3 километра, а также будут метать спортивный снаряд. Начало 12 часов. А на сегодня это все сразу после новостей прогноз погоды и программы «Прямой разговор» с участием эксперта в области ипотечного кредитования. Следите за новостями и в сети интернет на нашем сайте, в социальных сетях и на официальном сайте администрации города. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»